Нынешний чемпионат мира, пожалуй, самый лучший мундиаль на моей памяти. И мне кажется, что гораздо интереснее не только смотреть футбол, но и зарабатывать на нем. Я это делаю на сайте OneWin. Почему здесь? Да потому что это самая надежная букмекерская компания с высокими коэффициентами, быстрыми выплатами, широкой линией ставок, а в случае чего здесь также есть круглосуточная поддержка. Я в свою очередь сделаю ставку на матч наших против хорватов. Возьму победу сборной России. Коэффициент 2.34 И поставлю, ну давайте, 10 тысяч. Возможный выигрыш составит 23 400 рублей. Что ж, будем надеяться, что чудо повторится, и наша команда пройдет дальше в полуфинал. Сегодня хочу представить новую рубрику на канале. В каждом выпуске я буду рассказывать вам об интересных фактах нашего футбола, которые вы точно не знали, а может быть уже забыли. Если нравится подобная идея, поддержите видео лайком, чтобы следующая часть вышла уже в ближайшее время. Да, это звучит довольно-таки странно, но Санкт-Петербургский Зенит действительно является обладателем Кубка Дубая. Правда, официальное название все же было матч World Cup, но СМИ именовали его именно как Dubai Cup. Это зимний товарищеский турнир, который проходил каждый год в период с 2011 по 2013. Регламент первых двух розыгрышей был следующий. Групповой этап, после которого команды в зависимости от места в таблице играют матч плей-офф. Первый турнир собрал 6 команд. Альхилляль, Жилина, Персиполис, Спарта, Шахтер и Зенит. Питерцы выиграли обе игры в группе, а в финале уступили Альхиллялю в серии и пенальти 1-4. А вот вторая попытка как раз таки стала зачетной. На этот раз было уже больше участников. Помимо Зенита и Шахтера появились две сборные Ю-23. Сборные Узбекистана и Ирак. Бунеткор, Этуальд Дю Сахель, Ксамакс и Ростов. Синие-бело-голубые повторили результат прошлого года на групповом этапе. А в финале была обыграна сборная Узбекистана со счетом 5-0. Третий розыгрыш уже состоял только из четырех команд. Сыграв две игры, Зенит расположился на третьем месте, а победу в турнире одержал Донецкий Шахтер. Форма сборной России меняется практически каждый год. Изменения ведут за собой разнообразную реакцию. У каждого из нас есть своя любимая форма. Для кого-то это легендарная с Евро 2008. Для меня, например, это в цвет кремлевской стены, в которую мы должны были играть на чемпионате мира 2010, но не попали туда. А для многих нынешняя ретро-форма это нечто особенное и запомнится на всю жизнь. Но знали ли вы, что наша национальная команда провела один матч в черно-белой форме? 9 февраля 2005 года товарищеский матч с Италией. Это была акция против расизма при поддержке Найка. Тот матч наша дружина в необычной гамме цветов проиграла 0-2. Для многих любителей футбола Дмитрий Оленичев является единственным российским обладателем Лиги Чемпионов. Но это не так. Оленичев в 2004 году взял самый важный трофей в клубном футболе в составе Порту под руководством Жозе Мауринио. И даже забил один из трех голов в финальном матче против Монако. Но до него еще в 90-х два наших игрока также брали заветный кубок. Первым был Игорь Добровольский в 1993 году. В Марсель он попал случайно, без согласия тренера. Провел всего 8 матчей и забил один гол за сезон. Однажды отказался ехать на игру чемпионата из-за высокой температуры. А после этого коуч уже никогда не доверял Добровольскому. В Лиге Чемпионов провел всего 57 минут в матче с ЦСКА, но свою медаль получил. Владимир Бут стал вторым россиянином обладателем Лиги Чемпионов. В составе Дортмундской Баруси он провел 5 сезонов, в которых только 76 раз выходил на поле и забил 8 голов. В сезоне 96-97 Шмели выиграли Лигу Чемпионов, но Бут практически не принял в этом участие, сыграв в двух матчах 6 минут. Многие отечественные тренеры работали за рубежом. Семин тренировал олимпийскую сборную Новой Зеландии. Черчесов в разное время был главным тренером нескольких австрийских клубов. Бышевец возглавлял сборную Южной Кореи. Но самый успешный российский тренер в плане зарубежных командировок – это без сомнения Валерий Кузьмич Непомнящий. Когда он только начинал свою долгую тренерскую карьеру, спорткомитет нашей страны оказывал различную помощь африканским странам. В 1984 году Непомнящий встал в так называемую очередь советских тренеров, которые хотели бы попробовать поработать на Черном континенте. Варианты с Салжиром и Тунисом сорвались. Зато спустя 4 года появилось конкретное предложение из Камеруна. Валерий Кузьмич ехал тренировать молодежную сборную, но по приезду ему сказали, что у главной тоже нет тренера. Собственно, таким образом наш специалист и возглавил неукротимых львов. В отборочном цикле команда с горем пополам вышла на Мундиаль 90-го года в Италии и считалась аутсайдером. Но уже в первой игре обыграла Аргентину вместе с ее лидером Марадоной. Также была одержана победа над румынами. И в последней игре, досрочно выйдя в плей-офф, команда Непомнящего проиграла 0-4 сборной Советского Союза. Зато в 1-8 стадии камерунцы опять сотворили сенсацию, обыграв сборную Колумбии, в которой блистал Карлос Вальдерама. Камерун мог выйти и в полуфинал. К 83-й минуте они обыгрывали сборную Англии в четвертьфинальном матче. Но в итоге Гарри Линекер сравнял счет с пенальти, а в первом экстра тайме реализовал еще один 11-метровый. Камерун стал первой африканской командой, которой удалось дойти до 1-4 финала чемпионата мира. К слову, после этого неукротимые львы никогда больше не выходили из группы. А в честь непомнящего в столице Камеруна, в городе Яунде, появилась улица Валерий и бар с названием Непо. И напоследок история из лихих 90-х. Тяжелая ситуация в стране не обошла футбол. Крылья Совета в 92-м году совершили трансфер Бартер с Владикавказским Спартаком, он же Алания. Защитник Сергей Бадак перешел в новый клуб взамен на комплект формы бордового цвета. Причем футболисты крылышек выходили на поле с эмблемой чужого клуба. Да уж, и такое бывает. Любите наш футбол. Всем пока.